Что ж, начнем давайте с выборов в России. Там какое-то чудо случилось. Еще один человек подал документы в ЦИК. 20 декабря Дунцова, такая себе, подала документы на кандидата в президент. Ключевые пункты ее программы это превращение войны в Украине, освобождение пари заключенных и проведение демократических реформ. Ну что совсем, конечно, не подходит для путинского режима. Ну и после этого уже российское государственное иромагентство РИА Новости назвало журналистку, что она якобы решила баллотироваться на пост главы через кого-то. Назвали ее, что ее финансирует якобы Ходорковский, но понятно, что это подхватили уже другие СМИ. Ну и сейчас такая идет политика против Екатерины Дунцовой. Что это за человек? Как думаете? Знаете ли вы? И есть ли шансы таких людей хотя бы, не то чтобы баллотироваться, но просто хотя бы заявить о себе, чтобы их услышали и увидели простые россияне? Ну, заявить о себе у нее уже получилось, иначе бы мы сейчас не обсуждали эту фамилию, которая, в общем-то, никому не была известна еще там два месяца назад или полтора месяца назад. Вот заявить уже получилось. Что касается участия ее в выборах, то давайте так, по-честному. Если это не проект Кремля и не спойлер, ей, конечно, не дадут участвовать. Если она будет участвовать, значит, однозначно это проект Кремля для придания выборам какой-либо легитимности. Никакой, конечно, Ходорковский ее не финансирует, понятно. Он еще и не знает, что делать с этим. Ну вот, совершенно понятно. Части, конечно, активистов оппозиционных примкнули к ней в тщетной надежде, что будут противостоять Путину в этой избирательной кампании. Ну, тут очень все просто, вот на самом деле. Если ей дают участвовать, значит, это не просто так, знаете. Вот если Славей говорит, что Путин лежит в холодильнике, ему позволяет это говорить, значит, это кому-то выгодно. Я не хочу сказать, что Славей, профессор Славей, я не хочу сказать, что он там работает на Кремле, но могут совпадать интересы. Поэтому, а уж тут совершенно точно, мы знаем, как это зачищается Поляна, как готовятся эти выборы. Помните Грудинин? Павел Грудинин? Ну, я не знаю, помните, вы не помните, он участвовал в КПРФ. И эта кандидатура была согласована, не учили одного, что он харизматикой привлекает к себе внимание и вызывает доверие в людей. И он действительно там хороший человек, я его знаю давно. Но как только он начал набирать реальные очки, его стали душить, топить, травить и так далее. И до сих пор мстят. Ему до сих пор мстят за его участие, согласованное участие в избирательной кампании, когда он представлял КПРФ вместо вот этого уже совершенно скурившегося Зюганова. Вот, поэтому сейчас будет простой ответ. Будет ее регистрация, позвольте ей вести кампанию, значит, кормировский проект. А вот интересно, а почему Путину не позволить, например, даже если ему это не нравится, и зная наверняка, что он выиграет, что цифры будут такие, какие ему нужны, он настолько боится других лозунгов, других слов во время избирательной кампании. Кардинально другого боится или почему? Ну, конечно, боится, потому что, ну, может, не боится, но его это дико раздражает, и Кремль считает это крайне вредным, потому что, если действительно была общественная и политическая борьба, через два месяца от путинского имиджа и рейтинга не осталось бы и нуля, он был бы отрицательным. Все это понимают. Свобода слова убивает эту власть. Иначе бы она так не преследовала своих политических оппонентов, просто говорящих правду. Просто, посмотрите, за что сидят ребята, вот, допустим, там, Алексей Навальный, там, Илья Яшин, там, Горинов, там, Владимир Карамурза, Андрей Пиловаров, там, да много-много еще других, просто тех фамилий, имен, которые здесь можно называть, так сказать, потрачая огромное количество времени, эти ребята говорили только правду. Больше они ничего не делали. Они говорили правду, они говорили свою точку зрения, они критиковали власть. И им дали до 25 лет, там, от 7 до 25 лет эти ребята получили, и продолжают находиться в тюрьме в самых жестких, пыточных условиях. Почему? Потому что режим не может позволить никому говорить свободно в России. Это совершенно очевидно. Почему сотни тысяч миллионов уже убежали из России? Да потому что там будут преследованы за лайк, за какой-нибудь там репост, ретвит правды. Она убивает режим. Правда убивает режим, это совершенно очевидно. Поэтому никому они не дадут говорить, либо они должны будут, либо этот человек должен будет говорить по заранее согласованному сценарию, избегая слова война, избегая слова потери, избегая слова, что Путин военный преступник, и разыскивается судом за совершение преступлений против детей, что Путин развязал геноцид и так далее. Любой, кто скажет об этом, будет посажен и уничтожен. Вот это совершенно... Ну, я имею в виду, находясь на территории страны. Никакая политическая борьба сейчас в России невозможна. Потому что не может быть политической борьбы в концентрационном лагере. В концентрационном лагере может быть либо тайный заговор и восстание, тоже очень тяжелая вещь, либо полное подчинение своим надзирателям. Все. Также, все равно, если говорить о войне, о слове война, она постоянно звучит в России, об этом говорят, молчать невозможно. Но вот накануне Минобороны России отказались ограничивать срок службы, мобилизованных одним годом. Такое предложение... А срок чего, чего? Службы мобилизованных одним годом. Ну, то есть, чтобы один год, наверное, я так понимаю, они там отслужили домой. То есть, как говорили матери, да, пусть повоюют соседы, так понимаю. Вот в этом плане все идет. Но такое предложение направило на имя главы ведомства Сергея Шеву, депутата и саксобрания Петербурга, Вишневский. А к нему, в свою очередь, обратились жены резервиста. И те сами жены, которые якобы вышли недовольны после пресс-конференции Путина, потому что, ну, не было их вопроса озвученного. На экране что-то было, а кто ничего не сказал. Вот здесь, как думаете, насколько такая сила может быть мощной, потому что вот эта тема жены мобилизованных, тема «Верните домой наших родных», ну, уже так месяца два точно звучит в России. Но что дальше? Ну, так она и дальше будет звучать локально. Ничего из этого не получится, на мой взгляд. Нет, потому что набор-то идёт добровольный, ну, так в основном. Добровольный принудительный, но тем не менее за деньги. Люди как бы сами подписались. А уж то, что их там не отпускает с фронта, ну, как говорят, сами виноваты. Надо было подписываться. Нет, ну, наверное, это будет решён вопрос как-то. Всё-таки там будет какая-то ротация, что-то там усилить, что-то увеличить по деньгам. Я думаю, что как-нибудь вот так. То есть они будут его решать, этот вопрос, но не так радикально, как хотят жёны тех, кто сейчас превратил себя в наёмных убийц и воюют на фронте против соседней страны. Ведёт агрессивную захватническую войну. Поэтому тут, как говорится, ну, они как-то купируют этот вопрос. Ну, что-то сделают, какие-то пойдут на какие-то незначительные уступки. Я думаю, они этот вопрос решат. Погасит пламя вот этого вот признаков недовольства некоторого народного. Но ещё больше. Путин потребовала ставить Россия на учёт без явки военкомат и начать призыв по электронным повесткам с осени 2024 года. Это следует из перечня поручений, который был увлекован на сайте Кремля. Вот мне кажется, что этого россияне также боялись. Если читать их паблики, эти рам-каналы, что вот, скоро эсэмэсками будут приходить нам, что ну всё, вы теперь сегодня воюете, завтра отправляетесь. Вот такие шаги, да, вот видите, до перебаллотирования, до озвучивания, что я иду в президенты, такого не было. Сегодня уже и вот такой шаг появился. Также сказали в Шойгу, что нет, будете воевать, пока Путин не подпишет указ о завершении мобилизации. То есть уже началось что-то. Ну, армия тает на фронте, теряет людей, силы, технику. Надо её чем-то исполнять, поэтому и запущено. У нас сейчас в России работает два направления. Первое – это оборонный комплекс, а второе – это отправка людей на фронт. Вот эти два параметра являются главнейшими для путинского режима, потому что у него задача выжить самому. А сколько погибнет при этом людей, в общем-то, его по большому счёту не интересует. Ну и вот, конечно, мобилизация будет, она будет гибридной, вот такой принудительно добровольной, за хорошие деньги. Ну, за относительно хорошие деньги, да, потому что жизнь бесценна. Но, как говорится, цена всё-таки её в России определена. Грубо говоря, миллион рублей сразу, и сколько сумеешь получить? Ещё по 300 тысяч каждый месяц. Вот она цена жизни. Или здоровья. Поэтому совершенно понятно, что жёсткость мобилизации будет нарастать. Она, может, там, не радикально будет нарастать, не будут там везде хватать, тащить за рога, как говорится, военкомат. Но она будет нарастать, потому что драконовские меры за неявку на фронт, они нарастают. И мы уже знаем, что, по-моему, самый крупный срок, который получили люди, отказавшиеся воевать в Украине, это 13 лет тюремного заключения в Хабаровском крае. Я так смотрю, по-моему, больше сроков не было, но 13 лет это тоже, в общем-то, очень-очень существенно. И вот 7 лет, 5 лет, 6 лет, 6,5 есть там отягощающие какие-то, якобы они находят вещи, то, значит, сроки свыше 6 лет идут. Ну и вообще, конечно, вот эти демонстративные действия, вы же знаете, что в Армении военная полиция России, вопреки суверенитет страны, арестовала, где-то у меня фамилия была, как Дмитрий Седраков, по-моему, парень, он был там арестован прямо в Армении, отправлен на военную базу, и там силы его удерживали. Я дальнейшую судьбу его не знаю, но на территории чужой страны действуют какие-то бандиты, которые похищают людей. Я не знаю, как Армения там терпит, не терпит, стерпит, не стерпит. Просто мне самому сейчас интересно, сдаст она экзамен на государственные суверенитеты независимости. Вот буду держаться, постараюсь попрошу, чтобы меня держали в курсе этой криминальной ситуации. То есть они пытаются вот этим отдельными судебными процессами, отвергальными заключениями, вот этими арестами даже на территории сопредельных стран вызвать такой страх, что ты не явился, ты не только там денег не получишь, ты получишь ещё срок. Поэтому тут, в общем-то, люди поставлены перед таким выбором, и их загоняют на фронт практически силой. Ну, это вот, как бы, так сказать, то, что происходит на самом деле сейчас. Конечно, основная, они считают, основная задача, это всё-таки найм, такой конвейер наёмных убийц, формировать там, повышать где-то ставки, что-то такое, они думают, что со временем их будут повышать, потому что деньги обесцениваются в России, и мы видим там темп инфляции, который признан уже центральным банком, 16%. Это ставка рефинансирования, она всегда отражает реальный уровень инфляции. Там можно говорить, что у нас там полтора-два процента, какие-нибудь экономисты будут делать умный вид, кремлёвский говорит, что там инфляция остановлена. На самом деле, всё определяет ставка ЦБ. И она сейчас 16%, то есть, в год рубль теряет 16%, вот это надо понимать. То есть, вчера был миллион, сегодня уже 840 тысяч, что будет завтра и завтра миллион, это уже другой вопрос. Поэтому, будет, наверное, повышать ставки и увеличить жёсткость одновременно. У Путина всё гибридное. Если говорить о санкциях, сегодня есть информация, что уже начинают разработывать следующие пакеты, но если говорить о том, который приняли в 12-й, Песков ответил на все вопросы. Он сказал, что, в принципе, то, что там с алмазами могут быть проблемы, ну, они были готовы. Но уточняющий вопрос о том, есть ли у России варианты обхода санкций против алмазов и будут ли они реализованы, сказал Песков, что в любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать интересы России. Также он не видит большой угрозы от замораживания активов обороны предприятий РФ, что также вводится в год в 12-м пакете санкций. Также он сказал, что замораживание активов для обороны предприятий – это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены в ЕС, обычно там нет. Ну, и сказал, что этот пакет санкций говорит о том, что уже исчерпается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции. Видите, вот уже 12 пакетов, но вроде как к Кремлю все равно. О следующих тоже думают. Каких санкций сегодня не хватает, что должно быть, каким образом, может быть, совсем другой подход сегодня нужен? Ну, наверное, нужен другой подход – проверять эти санкции принятые и думать о новых. Но дело в том, что люди, которые разрабатывают это и принимают, они не опираются на понимание внутренней ситуации в стране. Грубо говоря, Россию в комиссиях, которая планирует принятие новых санкций, России как таковой там нет. Поэтому, ну, за нас, я говорю за нас, за противника Путина, решают те люди, которые считают, что они знают Россию лучше. Отсюда все эти ошибки, перекосы, недочеты и так далее. И, в общем-то, не очень высокая эффективность, если по-честному сказать, санкции. Они работают, конечно, они ограничены, конечно, там затрудняют. Но они не приводят, пока не привели к серьёзному ослаблению режима. Санкциями войну не закончишь. Санкции можно создать. Санкции – это такой инструмент, который создаёт напряжённость. Либо снимает напряжённость. Тут можно в эти санкции, так сказать, этими санкциями работать. А можно просто их выводить и думать, что они там когда-нибудь сработают. Ну, сработают через 40 лет. Если кто-то хочет такое время ждать. Поэтому санкции, с одной стороны, они, конечно, безусловно полезны. Особенно, когда они там персональные. Тут-то эти санкции бьют гораздо сильнее. Но они, санкции эти, частично усиливают Путина. Есть очень много санкций, которые работают прямо на Путина. Их достаточно много. Их достаточно много. И в результате получается и негативное влияние, и позитивное. Вот одновременно. По идее, конечно, позитивное влияние надо устранять. Но никто не хочет признавать ошибки. Никто не хочет признавать ошибки. Поэтому отсюда и получается, что санкционная политика, она такая. Ну, 12 пакетов. Как говорит Каспаров, можно было принять 2 пакета. Не надо 12. Но чётко определить критерии. И да, по той же нефти и газу. По тем же, так сказать, там, инфраструктурным ограничениям. И так далее, и тому подобное. Поэтому санкции сами по себе, они могут и должны были послаблять режим. Но ввиду их не очень, скажем, такой продуманности. А там очень много эмоционального момента. Я это очень хорошо знаю. Очень много эмоций. И эти эмоции, они, к сожалению, работают в другую сторону. Они помогают Путину вести войну. Отсюда вот и не очень невысокая эффективность принятых санкций. Нет серьёзной экспертной оценки, нет серьёзной экспертной оценки по реальному влиянию их внутри страны. Что нужно внести, какие коррективы, чтобы они были более эффективны. Вот это вообще отсутствует механизм. Что ж, Найк? Тем временем, она сейчас анализирует аналитики, что же там изменилось в преступном мире России. Пишет, что война в Украине изменила российский преступный мир. В том числе поменялись виды наиболее распространённых наркотиков, маршруты и доставки в страну. В этом говорится в докладе «Смутное время». Пишет, что ещё до вторжения в Украину преступность Россия изменила всё больше организованной. Она была и связана с государством. То есть, у них таких как не было, но была масштабная коррупция. Но сейчас, якобы, ещё и резко вырос незаконный поток оружия. Вернулись солдаты с фронта, берут оружие, несут на чёрный рынок, ну и тому подобное. Ну а далее, чтобы, например, уже вывезти наркотики из России, другие части Европы, наркоторговцы всё ещё обращаются чаще к Беларуси, теперь как к новому важнейшему транзитному узлу. Вот преступность в России, её изменения, как сегодня они влияют на Россию, на войну, на экономику. Что поменялось сегодня, как вы думаете? Просто ухудшилась ситуация. Потому что, как была организованная преступность, как была она связана с государством, то какая там организованная преступность? В основном, само государство являлось главным преступником. То есть мы тоже берём транзит наркотиков, там были все государственные лица, учреждения и прочее, прочее, прочее. То есть там не должно быть иллюзий, что какие-то наркоторговцы, вопреки политике государства, вопреки государственным мужам, куда-то двигали наркотики. Да ни хрена подобного. Чё, вы не помните, кокаиновый скандал, там, когда на самолёте чуть ли не патрушу возили кокаин из Аргентины. МИД занимается всякими поставками, спецслужба занимается всякими поставками наркотиков, транзит идёт, тут один клан контролирует транзит, тут другой властный клан, провластные кланы конкурируют это всё. А сейчас добавится ещё вот эта вот страшная уличная преступность, которая неорганизованная, но, тем не менее, она не менее опасна и более ещё, может быть, даже жестока, не менее жестока. То есть пришёл сброд, который вкусил чужой кровью, и понимает, что можно решать вопросы силой оружия, убийствами, насилием и так далее и тому подобное. Вот этот контингент вернулся. Здрасте, принимайте нас. Мы видим, что сейчас вот эта бытовая, так называемая, я её называю бытовой, не связанная с организованными бандами, преступность не просто цветёт махровым кустом, она ещё и организуется скоро, появятся вообще вот эти лётые банды, организованные, которые будут действовать, как бы новая преступность появится. То есть вот старая преступность остаётся, а новая преступность появляется и нарастает. И сейчас вот будет такая жуткая смесь вот этой жесточайшей уличной преступности с традиционными организованными бандами, которые прямо вросли в государство, является неотъемлемой частью его. Вообще опасно, жутко опасная страна, и всё, что угодно может произойти с каждым. То есть возрос риск для любого человека, живущего в стране. для любого. От полиции не работает, ей не надо. Следственные комитеты не работают, следственные органы, им это не надо, они в оппозиции заняты. Прокуратура, так сказать, вот чего изволите, тоже, так сказать, борьба её и вклад в борьбу с организованной преступностью, и вот эта новая преступность очень незначительна. То есть механизма борьбы с преступностью нет, а преступность нарастает. Поэтому криминальные государства, ну, в общем, так-то и получается, что криминальные государства уже теперь практически во всем сверху донесут. Тем временем мы сегодня смотрим, наблюдаем за то, за тем, как Путин готовится к войне, к долгой войне. Но сегодня есть такие вот позитивные, если так можно сказать, новости от британской разведки. Они говорят, что супероружие Путина провалилось. И это ракеты «Кинжал», которые президент России объявил своим супероружием. Они редко достигают целей на войне в Украине, сообщает разведка также. Ну и в отчёте говорится, что 14 декабря, в день прямой линии с Путиным, Россия впервые с августа 2023 года применила «Кинжал». В частности, минимум одна ракета была запущена по центральной Украине и, вероятно, с целью поражения военного аэродрома. Как думаете, вот сегодня все эти ракетные удары, которые мы ожидаем? Это супероружие Путина. Чего-то нового ждать, потому что недавно он вообще заявил, что уже штучный интеллект робота будет у него работать на войну против Украины. Ну и ещё-таки главный вопрос, второй сразу, когда ждать? Потому что Украина сегодня вся в ожидании, когда массированы ракетные атаки, какие-то сакральные даты, может, Путин ждёт? Ну, они подкапливают оружие, потом он начинает атаку. Делают то, что могут. Вот тут не надо переоценивать и недооценивать возможности. Они делают на максимум возможным то, что могут. Могут столько ракетов выпускать. Выпускают, накапливают и наносят ими удар. Больше, чем они делают, они делать не могут. Вот тут совершенно очевидно. То есть, есть просто реалии. Тут не важно, что там. Они что сделали? Конечно, они что-то сделали. Они развернули производство этих ударных дронов. Этих дронов сейчас стало намного больше. И даже их стало больше дронов, этих ударных, чем у Украины. Тут преимущество сейчас пока, на сегодняшний день. Где-то проиграла Украина состязание в этих дронах. Ну, не знаю почему. Это уже там пусть дальше анализируют военные специалисты и прочее. Они, конечно, делают эти кинжалы, делают всякие остальные ракеты, но за счет нехватки комплектующих они не могут сделать столько, сколько нужно. Они делают столько, сколько могут. Нехватка комплектующих в разных отраслях экономики, влияющих на военный потенциал, составляет от 90 до 60%. То есть, в некоторых отраслях их вообще там 10-15% под силу комплектующих от потребности. В некоторых отраслях все-таки их больше. То есть, понятно, что вот как раз тут санкции сработали и продолжают работать. Понятно, что идет состязание, так сказать, сыщиков, разбойников и сыщиков, да, потому что находятся новые пути, новые компании, обходные всякие уловки создаются. С этим борется мировое сообщество. Где-то кого-то накрывает, где-то кого-то перекрывает кислород. Но, в целом, вот такая война, она незримая, идет за организацию поставок каким-то там нечестным способом и попытка найти этот нечестный способ и пресечь. Это свой результат имеет, но вот где-то я вам точно говорю, что нехватка комплектующих, ну, скажем, от 60 до 90%, примерно. плюс, конечно, деньги все-таки у них есть. Вот за счет денег они это решают, вопрос в первую очередь, потому что деньги поступают. И, давайте там по-честному говорить, и Запад покупает до сих пор. И нефть, и газ, как напрямую, так и обходными путями. Вот поэтому они не могут сделать столько, сколько им надо, они делают столько, сколько у них получается. Я не верю в то, что они смогут резко усилить закупку, поставку комплектующих необходимых для сложного оружия. Сложное. Они производят сейчас простое оружие, они производят его много. А сложное оружие они производить пока не могут. И вот в этом, так сказать, и заключается возможность победы. То есть, если Украине дать серьезное, сложное оружие, которое эффективно на поле боя обеспечить преимущество, то Украина способна победить. Но это сейчас зависит от воли Запада. Вроде бы там сейчас все шевелится и движется в правильном направлении. Я имею в виду, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки. Я имею в виду, Европейский Союз. Те цифры, которые там заявлены, внушают, как бы так сказать, надежду определенную. Но надо дождаться, когда эти цифры станут уже реалиями принятых законов и бюджетов. Но я думаю, что мы дождемся. Но тут вопрос в чем? Что еще раз говорю, что Украина может выиграть только за счет преимуществ в военной сфере, за счет технологий новых, новой современной совершенной техники. Потому что понятно, что мобилизационный ресурс тут на стороне России. И Путину, к сожалению, некоторые аспекты санкций очень сильно даже помогают этот ресурс сохранять и приумножать. Вот. Ну, например, вот так. Так же я не думаю, что Украине стоит ждать чего-то такого, чего-то, что... Путин не мог делать это регулярно. Я думаю, что его возможности до известной степени исчерпаны. Для наращивания вооружений, для наращивания производства ракет, ударных комплексов и так далее. Вот где-то, так сказать, наверное, примерно в таком состоянии находится сейчас путинская армия. Она не бедствует, но она не обладает большим количеством современного высокоточного технологического, высокотехнологического оружия. Если говорить о такой себе вечной дилемме Путина, о президентской власти, это и нехватка рабочей группы, о которых очень часто в последнее время говорят, и, с другой стороны, люди нужны на фронте. Даже помню, что летом Путин поручил правительству упростить правила найма на работу несовершеннолетних, чтобы справиться с длицетом рабочей силы в России. Как такой фактор может помешать Путину наращивать в море? Возможно, то есть самые снаряды или другие виды оружия, или все же это еще пока рано, потом говорить ей нужно еще, не знаю, год, два, три? Ну, нет, тут не нужно сильно на это надеяться. Рабочих рук не хватает нигде, конечно, по России, но надо понимать, что приоритет отдан по зарплатам, по условиям работы военно-промышленному комплексу. И его, в первую очередь, обеспечивают рабочие силы. Рабочей силы не хватает в других отраслях экономики России. И там есть серьезнейшее положение, совершенно понятно, что брать кадровый резерв негде, но оборонный комплекс будут держать. Там будет проваливаться социальная сфера, будет проваливаться гражданская экономика, будут проваливаться инфраструктурные проекты, еще что-то, не будут строиться новые мосты, будут латать старые, что-то там, ну и так далее. То есть, когда не хватает там ни рабочих рук, ни мощностей, ничего. Но оборонный комплекс Путин будет насыщать деньгами и, соответственно, кадрами. Вот тут мы должны с вами быть реалистами. Да, наверное, у них не хватает инженеров. Да, у них не хватает конструкторов. Я еще помню, в наше время, когда я работал в Комитете безопасности, зампредом, мы серьезно, так сказать, там говорили о конструкторских, инженерных кадрах, не только в обороне, но вообще во всех сферах экономики. Если мы говорим там конструктор, генеральный конструктор оборонных предприятий, средний возраст был там 64 года. Ну, о чем мы говорим? Понятно, что и тогда были проблемы, но они были проблемы другие перетока на рабочие силы в другие отрасли из реальной экономики. Сейчас они возвращаются вроде бы в реальной экономике, но уже возвращаться некому. Там существуют серьезные проблемы инженерной подготовки, конструкторских кадров. Те, кто действительно невозможно инженера выучить за, так сказать, за два месяца или за год. Это же серьезные вещи. Это требует годы учебы, практики, работы. Тогда есть человек получает серьезный инженер. Инженерный корпус России был серьезно разрушен. Поэтому восстановить его это тоже требуется достаточно большое время. Да и средства, и школа, и много чего требуется. Наука разрушается. Она уже разрушена. Ну и так далее. То есть, конечно, ущерб серьезный для России Путин принес, нанес ущерб вот именно в этом. Но пока оборонный комплекс на старых, как говорят, ресурсах, запасах пока работает, тогда нанимает все лучше, что есть в России за большие деньги.